В диких лихсах скреп-механика обитает маленький рыжий ютюбер, который обозревает все постройки, которые засядут у него в сердце. И сегодня этот маленький ютюбер нашел скалопендрию посреди леса. Огромную скалопендрию, которая обездвижена, и он сел в нее, чтобы затестировать. Ну в общем, ребятки, всем приветствуем, как всегда, Такс, и сегодня мы с вами обозреем самые крутые постройки за последнюю неделю в скреп-механике. Погнали! Ну и вот, ребятки, первая постройка, это у нас огромная скалопендрия, которая поползет у нас, наверное, скорее всего, вверх. Сейчас по этой горе, кто не знает, кто такая скалопендрия, проще, можно сказать, много ножка, сорока ножка, или там 350-100-500 ножка, в общем, ребятки, неважно. Нажимаем кнопку 1 и заценим данный механизм, как он устроен и как он работает. Итак, окей, у нас идет, я не знаю, как описать это складывание, этого тельца, этого жалтока. Господи, смотрите, он ползет, просто мерзкое создание, оно ползет. Ставь лайк, если не хочешь, чтобы у тебя такое появилось в ванне. Если будешь игнорить и не ставить лайки, то такое обязательно у тебя появится. И он даже в такую гору в скреп-механике заползает, пацаны, смотрите. Мне просто было интересно, сможет ли вот такая хрень заползти. Она заползает, она просто делает это спокойно. Окей, на двоечку у нас, давайте посмотрим, что. Это у нас клешни, офигеть. Нам дается игра возможности управлять с нам настоящим большим зверем. Это допотопный, до менталоисторический какой-нибудь Скалопендриус, Суперпендриус. Вот, на самом деле, возможно, так и было. Ну, кто знает, да ведь? Давайте, 3-4 проверим, 3-4 раза, 3-4, 3-4, 3-4 не работает, ребятки. Ну, смотрите, Скалопендрия у нас потеет, она заползает, она ползет, ползет. Так, давай, родная. Так, если нажать на W, она поползет быстрее? Ну, вроде, смотрите, реально быстрее поползла, да? А просто реально, как мерзкая тварь ползет такая, аааа, вообще прям круто смотрится, на самом деле. Можно над другом, который боится насекомых, вот такой вот пранк сыграть, на самом деле. У него автоматический рефлекс вот сработает от этого боязни насекомых. А вы пишите, ребятки, в комментариях, боитесь ли вы такого насекомого? Смотрите, он просто вот в клешне может вас сожрать вот так вот, и меня в том числе. Ну, в скреп механике, естественно, вот так вот. Вот так вот, хоп, и всё. Сегодня рыжему мальчику-исследователю-испытателю исполнилось 10 лет, и он отправился исследовать свой подарок. Ну, а ему отбабахали огромный-огромный зал славы, в котором было всего лишь 8 сидячих мест и какая-то неведомая сцена. Ну, в общем, отправился этот рыжий пацан смотреть, что это за сценой и что она делает. В общем, ни хрена, он не понял, что ему подарили. Опять какое-то фуфло впарили, значит, да? А нажать куда не знает. Вообще не говорите. Давайте-ка исследовать, где у нас кнопки. Вот, кнопка у нас заныкана, смотрите, в каком месте. Отлично, мы нажимаем кнопку. И садимся на сидячее место и наблюдаем, что будет происходить дальше. Завораживающее зрелище. Жалко, что никого нету и никто не может заценить рядом со мной. Это настоящее зрелище. Офигеть. Ну, и что же будет дальше? Эй, давай, йоу! Ну, чё там, давай, овации! Ура, йо, ура! На самом деле, пацаны, я эту постройку не зря скачал, да? 10. В описании было написано, что это поздравление какого-то некоего чувака с большой отметкой количества подписчиков на ютюбе. Вот, и как я понял, это отметка в количестве 10. То есть, у чувака было 10 подписчиков, и он сделал в честь этого вот такую постройку. Вот с такими вот фанфарами, с такими вот, блин, я не знаю, прожекторами, со всей фигнёй. И это было очень круто. На самом деле, это было завораживающе, согласитесь. Такая тупая постройка, такой тупой стёб. 10 подписчиков, какая-то арка, что вообще, что зачем. Но это, блин, было круто. Это было завораживающе, не поспоришь вообще ведь даже. Хм, что за странное приспособление стоит прямо на моих глазах? Неужели это самый погрузчик, с которым я могу воровать всё, что вижу, и разграбливать вагоны? Надеюсь, это он. Давайте-ка посмотрим, пацаны, разгрузчик это ли. Ну, конечно, этот разгрузчик я уже, на самом деле, посмотрел его структуру. На самом деле, блин, круто сделано. Очень много релейных и подшипниковых здесь элементов, которые крутятся, вот. А сделать их, это тоже нужен особый талант, такой же, наверное, как и, собственно говоря, делать всякие приспособления типа калькуляторов и так далее. Ну, здесь, конечно, немножко полегче, но всё равно, вы посмотрите на эту структуру. Она выглядит очень даже завораживающе. Человек реально имел инженерский опыт какой-то в построении данной вот техники. Давайте мы уже без лишних слов сядем. Так, однёрочка у нас поднимает вверх, двойчика у нас отпускает. И фиксирует потом далее при отпускании. Окей, давайте дальше посмотрим, что у нас происходит. Так, троечка у нас это быстрый подъём вверх. Окей, если мы отжимаем, снова опускается вниз у нас. Понятно. Так, нам нужно с вами сейчас зацепить, 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 как-то попробовать данную вот построечку. Давай, 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 поднимай, 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 заезжай, 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 заезжай. Отлично. Так, однёрочка. Давай, 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 однёрочка, погрузчик, давай, поднимай, поднимай. Отлично, пацаны, поднимаем, работает. Слушайте, я только что соорудил вот данную коробку, чтобы на ней испытать данный погрузчик. Смотрите. Отлично. Застрянет? Так, двоечка. Так, двоечка, не знаю, ничего даёт. Ну окей, давайте попробуем проехаться, упадёт ли наша данная конструкция отсюда или нет. Мы пойдём сразу налево, вот туда вот, по горам. Заценим данный погрузчик, как он работает. На самом деле он реально сделан клёво и очень достойная постройка для того, чтобы даже элементарно какой-то ролеплей поиграть с другом. Если вы какую-то стройку такую, знаете ли, затеяли. Вот сейчас может, в принципе, упасть, но слушайте, погрузчик держит. Возможно, из-за того, что удачно у нас к линии наши въехали в эти вот пазы для них специальные. Отлично. Здесь у нас погрузчик не справляется. Окей, он здесь не заезжает. Давайте попробуем в обратную сторону. Начинает буксовать колесо, очень жёстко буксовать колесо, потому что оно одно сзади. Давай, 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 родной, тащи, 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 тащи. Нам нужно привезти этот груз, давай. Потей, потей, как можешь. Просто, ребятки, это реально скилл тест. Всё, мы опрокидываемся на бок, и погрузчик не выдерживает данного натиска. Ну, что с ним поделать? Ну, а после тяжёлого строительного рабочего дня, рабочим хочется посмотреть телевизор, естественным образом. И сегодня у нас огромная плазма на повестке дня. Давайте-ка мы заценим с вами огромную плазму. Уже что-то предвещает крутое она, наверное, скорее всего. Так что давайте заценим, что делают вот эти кнопочки. Нажимаем на первую кнопку. Ого. Ну, слушайте, у нас есть анимация, и реально похоже на то, что это очень быстро переключается. Блин, на самом деле, крутая анимация. Давайте-ка мы её выключим. Так, выключить, выключить. Её нельзя выключить, окей. Нажмём вторую кнопочку. Дальше у нас идёт солнышко. Так, три грибочка. Зелёные полянки вижу. Потом песочные полянки и небо. Ну, слушайте, анимация у солнышка имеется. И, в принципе, это реально как будто бы и телевизор. Слушайте, ну, рабочий, да? Издалека, если так вот приглядеться, уже пиксели появляются, и они складываются в одну картину. И как бы круто всё это выглядит. Давайте нажмём третью кнопку, заценим, что на ней у нас. Пинк! Да ну! И они что, реально в него играют? Серьёзно? Вот я говорил, что-то будет крутое. А вот я знал просто, что будет очень что-то крутое. Смотрите. Ну, это зацикленная анимация, скорее всего. Но выглядит это круто. Я просто сам вспоминаю, как я на пинг-понг вот этот столько времени убил на телевизоре. Пультом играл. Столько пультов переломал. Капец. А сейчас в механике можно в такое зарубиться. Так, что у нас здесь? Ого! Фильм идёт. Так, чувак стреляет в другого чувака. А тот падает. У него вылазит табличка, типа, блин, вас это убил, типа, этим летом. Господи. Что за жесть? Давайте последнюю кнопку нажмём. Надеюсь, это не кнопка выключения. О, да. Это кнопка выключения. Больше на нашем телевизоре ничего толком и нету. Если посмотреть внимательно, то да, так и есть. Ну, а потом этим самым рабочим привезли странную непонятную телегу на стройплощадку. И они не понимали, что с ней делать. Вроде бы фура со строительными материалами, но почему она разноцветная и вся светится. Задумались рабочие и пошли нажимать кнопочку. Вот. Какую только из них нажать, они не знали, поэтому нажимали все подряд. Нажимали, нажимали, нажимали. Все нажимаем кнопочки. Давай, 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 давай. Что же за странная фура? Что в ней такого таится, чтобы понять, как она устроена? Так, у нас есть еще кнопки. За что они отвечают? А фура раскладывается, смотрите, тем временем. Что-то с ней превращается, что-то не то с ней. Странные вещи происходят, ребятки. Да ладно. Она разложилась и это что? Это переносная мини-сцена, которую можно с собой возить. Серьезно? Ну, то есть вот такая концепция, да, данной постройки, я так понимаю. Это у нас отвечает за дверь. Окей. Это у нас засветящиеся элементы, которые все крутятся, вертятся. Вау! Господи, давай, туси! Туси, народ, вкус, шай, вкус, свободу. Ого! Вот это колбасер по пояс голый! Да-да-да-да-да! Жестко, 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 пацаны, это очень жестко. Блин, басы реально круто реализованы. А, вот музыка, смотрите, в колоночках все. Мы все кнопки понажимали. Я думал, там, кстати, ютубовский значок, а это на самом деле значок коктейля. Но танцпол сделан реально клево. И вообще концепция того, что это переносной танцпол с диджейским пультом и со всякими фигнями. И все это спрятано в одном лишь только прицепе для фура. Это, блин, это круто. Это хорошая фантазия у человека, мне кажется, была, чтобы такое сделать. Тем более вот такие басы еще вот замутить. Мне нравится на них нажимать. Прям вообще реально бас. Я диджей. Правда, у меня никого нету здесь. Ну да ладно, серьезно, что? Летающая тарелка? Наконец-таки, наконец-таки у нас сегодня летающие тарелки. Вообще вроде не было летающих тарелок как таковых, но сегодня у нас... Ну все для пришельцев сделано, вы понимаете, не для людей. То есть я не смогу запрыгнуть, но смогу через эту щелку залезть и сюда. Окей, давайте заценим, что может наша летающая тарелка. Она вся светится, кстати. Давай, взлетай, 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 взлетай. Привет, землянам, мы летим. Куда, куда мы летим? Давай. А что так медленно взлетают, пацаны? Ну, слушайте, летают вроде хорошо. Автоматизировано, смотрите. То есть я ничего не нажимал, она сама спустила жалюзи. Тьфу ты, шасси, жалюзи. Давай, давай, лети, лети, лети. Окей, мы жмем W, она летит вперед, типа. Но управляемость крайне хорошая для скреп-механиков, пацаны. Прям вообще обособленная. Давай, 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 держись, держись. Медленно, медленно набирает она высоту. Очень, очень хреново. Мэйдэй, мэйдэй, я комминдаун. Нэй, 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 нэй. Давай, лети. Вверх, я хочу на гору залететь. Скажи, что ты можешь это сделать. Ну, сложновато, сложновато, медленно, потому что взлетает. Как сильнее сделать этот взлет, я не знаю. Тут всего 4 турбины, они для балансировки здесь, скорее всего. Ну все, мы застреваем в первом дереве, но тем не менее, блин. Управляемость хорошая, на самом деле, если нужно на короткие расстояния летать. Не особо высоко вообще, да? Она самая управляемая, наверное, летательный аппарат из тех, что пока я пробовал. Очень легко управляется и очень послушный. То есть крен ему вообще не страшен. Он не переворачивается из-за этого и все равно держит баланс и летит вверх. Но смотрите, мы поврезались, поврезались. Мы даже не упали, не опрокинулись, не перевернулись. Мы просто летим вверх. Очень круто. Давайте нажмем единичку. Так, нужно остановить как-то машину. О, отлично, мы смогли вылезти и летаем теперь вот в таком виде. Очень круто, мне нравится. Свободное падение, пацаны. Куда мы упадем только? Ну, я пришелюсь мне вообще насрать, на самом деле. На Чертанова хочу упасть. Давай, 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 давай. Вижу, 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 впереди. Вижу, давай, полетели. Ай-е-е-е-е-е-е. Ну, в общем, пацаны, сегодня я вам показал самые лучшие постройки за последнюю неделю, что появились в мастерской в стиме по скреп-механику. У нас с вами был сегодня Такс. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. Ам, да. Оформляйте лайки и подписку. До скорых встреч. Пока.